Вы говорили, что йогины в Гималаях наносят на свое тело пепел вибутии. В чем заключается значимость вибутии? И как он может улучшить восприимчивость человека? Когда йогин наносит басму или вибутии, слово вибутии означает тот, кто приобрел определенную способность. Так что пепел называют тем, что приобрело определенную способность. Пепел делают разными способами. Йогин всегда берет пепел из мест кремации. Вот откуда все эти истории, что адь-йоги всегда пребывал в местах кремации. Вы выглядите испуганны. Вот вы там. Вы в порядке? Места кремации — это нормально. Все мы когда-нибудь воспользуемся этой услугой. Да? Возможно, вы не сходите в ресторан. Возможно, не сходите на дискотеку. Возможно, не поиграете в гольф. Но все мы воспользуемся одной этой услугой. Не так ли? Да? Все остальное — ваш выбор. Но этим мы точно воспользуемся. Не так ли? Так что... Тут нечего пугаться. Нам придется туда отправиться. Так что лучше отправиться туда с достоинством. Не так ли? Так вот, все эти истории о том, как он бродил по местам кремации, не то, чтобы он всегда жил там. Просто после утреннего омовения они шли в места кремации, в поисках пепла на день. Для домовладельцев, людей, которыми владеет дом, для домовладельцев, мы делаем другой вид пепла. Мы делаем его из следующей по своим свойствам субстанции, из коровьего навоза. Мы сжигаем навоз и делаем из него пепел. Он тоже хорош. Он кое-что делает. Он открывает в вас определенную восприимчивость. Поэтому мы говорим, не наносить его на все тело. Только на отдельные точки. Если и это вызывает трудности, тогда мы делаем пепел из рисовых отрубей или кунжута. То есть мы делаем все менее и менее интенсивные субстанции. Но Ади Йоги брал пепел только из мест кремации. Даже сегодня многие йогины используют только его. Но вам не стоит этого делать, если только вы должным образом не инициированы в данный процесс и знаете, что с ним делать. Если произойдут определенные вещи, вы будете знать, что делать. Для вас обычный пепел из коровьего навоза или рисовых отрубей. Если вы нанесете его между бровями и на эту область, нужно знать точное место, где она находится. За ушами есть две такие области. Если вы нанесете пепел с двух сторон, а также на область в основании горла и чуть ниже места, где сходятся ребра. Смысл в том, что вы хотите, чтобы высшие аспекты того, кем вы являетесь, стали восприимчивыми. В качестве примера, я хочу, чтобы вы поняли, не реагируйте на такие вещи. Скажем, вы мужчина. И к вам подходит женщина. Не только глаза. Отвечает все ваше тело. Это зависит от того, кто это. Если вы посмотрите на нее определенным образом, вы воспримите ее как мать. Если вы посмотрите на нее по-другому, вы можете испытать несексуальное влечение. Посмотрите на нее по-другому, можете почувствовать неприязнь, потому что она напомнит вам о чем-то. И напоминание не обязательно только в уме. Оно во всем теле. Вот вы идете по улице, и вы не хотите быть связанным всем этим. Вы хотите воспринимать наивысшим образом все, что вы видите. Поэтому вы наносите вибудьи, чтобы сделать эти точки более чувствительными, чтобы воспринимать все через более высокое измерение жизни, а не через более низкое. Когда я говорю низкое, я не имею в виду иерархию. Высокое и низкое. Я имею в виду, что географически они расположены в нижней части вашего тела. Это не вопрос морали. Это не вопрос хорошего и плохого. Это вопрос привязанности. Если вы воспринимаете все через более высокое измерение внутри вас, то привязанности не возникает. Если вы воспринимаете то же самое через нижнее измерение, то же самое будет вызывать привязанности. Поскольку вы хотите двигаться к освобождению, а не к привязанности, вам нужно сделать высшие аспекты вашего тела более чувствительными. Вы знаете, что индийским женщинам полагается наносить красную точку, чтобы сделать себя более восприимчивыми здесь, а не где-то в другом месте. Если какая-то другая часть тела воспринимает, она отвечает по-другому. Если тело воспринимает здесь, оно отвечает по-своему. Предполагается, что женщины должны использовать красный порошок, сделанный из куркумы. Но сейчас они наклеивают пластиковую точку, чтобы наглухо закупорить ее. Правда? Нужно наносить кум-кум, который сделан из куркумы. Вам это известно? Но сейчас они наносят либо химический порошок, либо налепляют пластиковую заплатку. Это лейкопластырь. Цветной лейкопластырь, который вы наклеиваете на лоб. Смысл в том, чтобы восприятие осуществлялось через ваш наивысший центр, поскольку то, как вы все воспринимаете, определяет качество вашей жизни. Что вы воспринимаете тоже важно, но как вы это воспринимаете? Это имеет жизненно важное значение. Жизнь может отравить вас множеством разных способов. То, как вы реагируете на кого-то или на что-то, может определить вашу судьбу. Очень часто ваша реакция на человека или на ситуацию может либо улучшить вашу жизнь, либо разрушить ее. Некоторые люди добиваются успеха, а некоторые все портят, не так ли? Можно достичь некоторого контроля над этим, делая ваши высшие аспекты более восприимчивыми. Низшие аспекты вашего тела – реакционные. Они реагируют. Но мы говорим об ответе. Это дает вам шанс отвечать на ситуацию разумно, а не просто реагировать. Когда вы просто реагируете, вы попадаете в рабство и в зависимость от множества вещей. Но когда вы отвечаете, вы живете, совершая выбор. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok